Раньше по-другому немножко было. Сборная не только где-то собиралась, еще были в течение сезона перерывы, специально отведенные под сборную, там на три игры. Я застал, получается, весь переходный период от Советского Союза до завершения карьеры. То есть сборная Украины, как Украина образовалась, играл за сборную. Насколько важно было в сборную? Мое мнение, что в сборную надо приезжать любому игроку по приглашению. Не глядя ни на какие обстоятельства, только это очень важно для самого игрока. Потому что даже для собственного развития, как профессионального спортсмена, если ты играешь за сборную национальной своей страны, это очень ценится в мире. И прежде всего всегда те же скауты, если ребята молодые хотят вырасти профессионально, скауты в первую очередь смотрят на сборную страны. Если у тебя нет сборной, значит, ты не попал в лучшую команду своей страны. Это очень важно для игроков, юных, молодых, которые думают развиваться, власти профессионально. То есть никакие другие параметры игры за сборной для игрока, кроме как еще за родину, не могут быть причинами отказывать от сборной. Это мое мнение. Да, были моменты, когда отказывались от сборной. Для меня это было непонятно. Почему? Так даже если игроки играют за границей, приехать поиграть за свою сборную, увидеть свой город даже, уже один из маленьких стимулов для того, чтобы приехать в сборную. Вы сами понимаете, что когда развалился союз, вся эта негативная информация длилась со всех сторон о нашем режиме бывшем, правильно? Тут такого патриотизма. Я застал, правда, за сборную СССР, еще за молодежку, за юношескую, играл в команду. Тогда, да, было за союз, сборную СССР, большое значение. Но после того, как сборная Украины, мы знали, что мы играем за сборную. А вот такого именно преобладающего чувства патриотизма, честно признаюсь, такого не было, что вот за Родину, за Украину. А нужно это чувство? В определенном деле нужно. Нужно. За своих, за своих зрителей. Это очень нужно. Я имею в виду, что не было такого прямо, как в Прессоветском Союзе, что за Родину. Было немножко по-другому уже. Времена поменялись. Разные времена были. Было становление страны, становление спорта, Федерации баскетбола Украины. Зураб Маранович Хромаев делал все, что мог. Не хватало, может, ему времени уделять тренировочному процессу. Столько, потому что он был занят вопросами привлечения заинтересованных лиц в сборную. То есть, а стимулы, если вы имеете в виду какие-то премии, они бывали, но не всегда. Чаще не бывали премии. Какие-то. Намного чаще. Когда-то был стимул просто выехать за границу. в самом начале с командой. Как вы относитесь к идее пригласить Амалька Фроттала? Положительно. Почему? Я думаю, это шаг вперед в развитии баскетбола Украины. Отличается очень сильно более детальным подходом к любой мелочи. Любой. На площадке, за площадкой. В любом упражнении могут подсказать тренера даже для меня был сюрприз, когда тренера участвуют в самом тренировочном процессе, бегают с тобой. Вот это меня удивило, когда я был в летней лиге. У них такая система, наверное, так должно быть. Хотя не каждый тренер выдержит эту нагрузку, которую дает игроку. Меня тогда удивило, когда меня одного тренировало, три тренера, и все со мной бегали. Это меня сильно удивило. Всегда новое влияние, тем более какого-то опыта. Все знают, что это опыт традиций американского баскетбола. Конечно же, он должен внести какие-то изменения. Даже в сознание, может, некоторых ребят. это финал Европы. Тут нет легких команд. Шапками закидать никого не получится. Только работа, игра, профессионализм. Все. все остальное федерация, по-моему, сделала для сборной. К сожалению, прошел турнир, на котором не удалось показать особых результатов. Но я прекрасно понимаю, что были наверняка сборы ФП перед этим. И очень тяжело после сбора ФП сразу показать игру. существует очень много методик подготовки к такому-то числу, к чемпионату такому-то, к такой-то игре. Что-то можно пропустить, что-то надо наверстать. Подойдут ли формы все, зависит от отношения игроков к тренировкам. Тренерский состав там, по-моему, опытнее не бывает. То есть тут уже только от отношения игроков. остается. Советников хватает, только могу пожелать, чтобы добились большего, чем мы в свое время. Вот единственное пожелание ребятам. Пусть докажут.